В обычной жизни все они говорят на разных языках и выросли в разных культурах. Здесь, на сцене, они поют на одном – в том, что понятен всем и каждому. И дело не столько в значении понимания слов, сколько в их восприятии. Божественная музыка, молитвы в нотах, хором по душам или музыка души – всё это православное песнопение, которое объединяет людей, пусть и на время фестиваля. В первый же день члены юри в один голос твердили. В этом году как нельзя сложно угадать, кто же станет победителем. Каждый коллектив по-своему силён, по-своему располагает и, в принципе, достоин победы. И все как один отмечали – на этот раз действительно уникальный фестиваль. Мужской хор – явление редкое, а сейчас в конкурсе принимают участие сразу два. Один – белорусский. Хор всехсвятский, прихода в честь всех святых и стал победителем 18-го международного фестиваля православных песнопений «Калужский благовест». Конечно, приятно победить, безусловно. Что скрывать? А так оно и есть. Но была цель всё же приехать и показать своё творчество, свою работу. Потому что, ещё раз говорю, молодой коллектив, ребята амбициозные, очень такие ещё горячие, заинтересованные. И с ними очень интересно работать. И я вот как раз плоды этого труда и работы хотел продемонстрировать. Это самая, наверное, главная цель нашего приезда и наших выступлений. Масштаб фестиваля достиг того уровня, когда участниками становятся действительно лучшие. В этот раз почти 90 заявок было подано, чтобы получить возможность выступить на сцене Гродненского драматического театра. Это не просто три дня фестиваля. Это настоящий праздник души. «Особенно нас привлекли вот эти детские коллективы, которые сохраняют древние традиции. Вот как Некрасовские казачата. Они у нас тоже первое место получили. То есть я их помню ещё, когда я был в Минске, председатель жири Минского международного фестиваля, точно такого не возраста были. То есть 20 лет прошло, это уже значит дети их. И дело продолжается. Вот это самое главное, что это не так сказать формально. Приехали и что-то сделали. А дело продолжается. Очень приятно это. Более 40 коллективов. От самых маленьких до самых опытных. Десятки номинаций. Фестиваль хоть и призван духовно обогащать, однако конкурс на основу никто не отменял. Каждый хор был достоин считаться лучшим, и каждый смог коснуться души слушателя. В составе жюри те, кто знает все нюансы церковного пения, оценивают коллективы многогранно и своё предпочтение отдают осознанно. Церковность, пение. То есть можно ли под пение коллектива молиться или нет? То есть церковность, отношение к тексту, динамические оттенки, насколько уместны они в храме, насколько они уместны при молитве. То есть исполнение на сцене и исполнение в храме одного и того же произведения будет отличаться. И вот они всё это учитывают. Калужский благовесть заслуженно называют главным фестивалем православных песнопений на всём постсоветском пространстве. Три дня, говорят, участники пролетели как один миг. Но именно они оставили в памяти сотен людей самые добрые и светлые чувства. Такие, которые могут быть только от настоящих молитв в нотах. Яна Миличенко, Кажан Батуржанов, Новости, Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова